В Минске стартовало досрочное голосование на выборах депутатов. 20 февраля в 12.00 открылись избирательные участки по всей стране. Журналисты агентства Минск Новости побывали на открытии 81-го участка. Он разместился в 135-й Минской школе. Здесь избираются депутаты Палаты представителей и депутаты Минского городского совета. На участке присутствуют наблюдатели. До начала старта голосования продемонстрировали, что ящик для бюллетеней пуст и опечатали его. Процесс будет проходить планомерно, равномерно и ежедневно. С учетом того, что будут люди приходить, бюллетни получать, голосовать. Мы ежедневно в конце рабочего дня предоставляем информацию в окружную избирательную комиссию. И в том числе наглядные агитации для наблюдателей. Отдать свой голос досрочно можно включительно по 24 февраля. Участки для голосования будут открыты с 12 дня до 19 часов вечера без перерыва на обед. Избирательные бюллетени выдают при наличии документа удостоверяющего личность. Избиратели выдают два бюллетеня с данными кандидатов, закрепленными за определенным округом. В одном кандидаты Палату представителей, в другом Минский городской совет депутатов. Они отличаются по цвету и подписаны двумя членами комиссии. Без этого бюллетени недействительно. В первые минуты голосования несколько минчан уже отдали свои голоса за кандидатов. В их числе журналисты агентства Минск новости. Мы новоселы, новый район, поэтому, собственно говоря, очень здорово, что переселяясь в этот новый район, мы можем изначально выбрать тех депутатов, которые будут отвечать за этот район. Ну а самое главное, когда ты сам проголосовал и выбрал депутата, ты можешь с него спросить. Если ты не пошел на выборы и никого не выбирал, то, соответственно, дальше ты не имеешь права никакого спрашивать с этой законодательной власти, потому что ты не принимал участие, поэтому идите голосовать. Читайте биографии, потому что мы их изучали, мы очень рады лично знакомы с теми людьми, за которыми сегодня отдали свои голоса. И, наверное, это правильно, когда жители знают своих депутатов и знают, что можно к ним приходить и решать вопросы. И, насколько показала практика, всегда явка на выборах больше, когда люди, работая с депутатом, видели его конкретные дела. И я искренне желаю это всему новому САЗГУ. Выразить свою позицию, как бы гражданскую поддержку власти, стабильности и просветание нашего белорусского народа. Это самое главное. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Полина Макея, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости. Субтитры создавал DimaTorzok